Кирк королевы Луизы. Если у них часы синхронизованы правильно, то буквально через 5 секунд должно начаться представление с перезвона. Нет, он посмотрим. Ждем. 7 часов. Собственно говоря, уже 7 часов 30 секунд. Значит, они немножко отстают. Мои часы спешат на 2 секунды. Наполеал. Кирк королевы Пигарипен. Ну, в общем-то, да, у них где-то на минуту отстают примерно. А может и нет. Ладно. Пойдем дальше прогуляемся по парку, что и было задумано. Сейчас 7 часов. Я в предыдущем видео немножко ошибся. Кого-что полшестого, оказалось, что это полседьмого. Ну, тоже смотрю невнимательно. Стрелки у меня белые. Вот. Кирха. Издалека сейчас я ее засниму. Полный рост. Вот она. Такая. Шевер-массем. Парк пустой. О, каких сделали лебедей. Черных и зеленых. Красивых. Да, ну, это каркасы, наверное, обыкновенные. Там вот шахматисты сидят. У них тут есть давнолюбимое место, детский центр, в котором я никогда не был в жизни. Почему-то. Может быть, потому что там не был детского центра, когда я был детским. А вот сейчас мы пройдемся. Вот лебеди. С этой стороны вот так вот смотрятся. Шахматисты. Вот. Убедительная просьба. Не садится на лебедей и не ощипывать их. Ну, тоже правильно. Вот, это памятник барону Мюнхгаузену. Он тоже его снимал неоднократно. Кёнигсберг. Вот. Надпись уже стерли. Ну, в общем, она посвящена барону Мюнхгаузену. Построена вроде как теми людьми, которые живут на родине барона Мюнхгаузена. Вот тут Калининград. Вот сюда вот люди просовывают, так сказать, свое тело, физиономию. И фотографируются соответствующим образом на ядре. Так, дойдем. Тракционы не работают уже никакие. Так, фонтанчики. Вот тоже надо заснять. Вот, и там даже какой-то монумент установили, которого не было. Да, не было этого монумента еще в прошлом году. Фонтанчик. Участникам восстановления и развития города Калининграда и области. Из руин подняли наш янтарный край. Да, это точно. Так вот, надо посмотреть дальше. Так, тут сходить-то может. Вот, памятный знак. Установлено на основании решения номер 188-09-2009 окружного совета депутатов города Калининграда. Основные участники финансирования и строительства. Правительство Калининградской области губернатора Яйцуканов, администрация Калининграда и Рашук. А вот датой я почему-то не нахожу, где он был построен, когда точнее. Но в прошлом году не было. Не мог я быть таким невнимательным. Как правило, пишут где-нибудь сзади. Вы не скажете, когда его открыли. В прошлом году его еще не было. Вот в этом, да? Вот я и смотрю. Ага. Ну, как интересно. Ага. Да вот ищу дату, не могу найти нигде. Написано там номер постановления, но это постановление 2009 года, видите. Недавно, недавно, недавно. Недели две. Недели две, да? Угу. Ну, нет. Вот, значит, открыт был совсем недавно. Ладно, пойдем дальше. Тоже хорошо. Такая вещь красиво сделана. И по существу. Так, там такая вот детская, игровая. Как это правильно назвать? Ну, тут дети играют. В маугли там. По деревьям лазят. Да, маугли. Точно. Вот такие вот тут и дорожки. Вот тут сверху такие страхующие концы стоят. Вот он. Он туда еще дальше идет. Ох, как они его тут завернули. Круто. Вот тут еще такой комплекс. И туда еще. Ух ты. На всю долину его раскинули. Зеленая. Она тут по веткам. Вот это уже такая эстрада под открытым небом. Вот. Ну, она уже построена. Может, лет 10 назад, врать не буду. Может, в начале 2000-х или в конце 90-х. Вот. Мое детство, это место было примечательно тем, что зимой мы здесь катались на санках. Тут такой спуск очень классный. Вот на нем, кстати, это тоже что-то новое там соорудили. Тоже, наверное, какой-то аттракцион. Да, что-то какие-то горки американские. Да, что-то такое. Тут люди как-то скатываются, наверное, или что-то типа какой-то канатной дороги. Специфическое что-то. Ладно. Так, не, она по дорожке, потому что трава мокрая. Потом матинки будут мокрыми тоже. Они уже мокрые. Только наполовину пока. Сейчас попробуем подойти к памятнику Высоцкого. Да, вот и тут тоже буквально каждый год заметны изменения. Практически в любом месте в Калининграде. Ну, значимым, конечно. Но что-то меняется и улучшается. Все, катимся в Европу. Совершенно бешенными темпами. Вот тут какие-то. Вот такие тут. Фонтан, который не работает сейчас. Ну, не включен, наверное, скорее всего, так. Дождливую погоду, только фонтана не хватало еще. Вон такой тут. Чего-то тут, чего-то тут исчезло, по-моему. Или мне кажется. Кофейня. Вот такая здесь площадка смотровая, интересная. Заплиточная. Вот. А раньше тут опять одна трава была. Все, трава-трава. Летняя эстрада. Вообще, тут эстрада тоже была в советское время. Такая будка. Характерная какая-то. Летний театр. Ну, я никогда не помню, чтобы она эксплуатировалась. Чтобы там что-то было там. Какое-нибудь представление. Там просто лазили пацаны. У меня и все. Приблизить можешь. Вот. А там вот протекает тот самый парковый ручей, которого я снимал уже. И снимаю периодически. Ну, вот, подходим к памятнику Владимира Семеновича Высоцкого. Как я уже говорил, концерт в Калининграде, в нем был последний его публичный массовый концерт. После этого он вернулся в Москву и умер в Калининграде. Он выступал то ли в конце июня 80-го года, то ли в первой половине июля. Я точно сказать не могу. Но вот это его был последний большой публичный концерт. Не знаю, как это сказалось на том, что он, так сказать, его организм не выдержал. Именно концерт в Калининграде, или точнее, скажем так, мероприятие после концертной или предконцертной города Калининграда. Ну, в общем, у нас всегда музыкантов и работников искусства принимали хорошо и широко. Вот и Собчак тоже в Калининградской области, в городе Светлогорске. И выдержало сердце Анатолия Александровича после какого-то очередного мероприятия. То ли официального, то ли неофициального. Об этом официальная история умалчивает. Но губернатор Горбенко в тех времен попал в неделость от Владимира Владимировича Путина. И долго губернатором не пробыл, и долго потом тоже не прожил. Вот такие вот иногда разворачиваются трагические события вокруг поездок в Калининградскую область. Так что, надо быть повнимательнее здесь с этими вопросами. Ну вот, такая вот примерно экскурсия. Посмотрю еще, может быть, зайду на аттракцион, если будет желание. Правда, они не работают, но все равно. В общем, я пофотографирую здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...